ФСБУ ФСБУ Наша с вами сегодняшняя встреча будет таким образом устроиться. То есть, так сказать, теоретическую часть, то есть, юридическое обоснование, подробности о принятии этого ФСБУ. Мы с вами посмотрим по слайдам, а потом я буду уже на более, так сказать, на программе, буду показывать, как это выглядит в 1С ЕРП. Итак, федеральный закон был введен в 2019 году. Многие начали работать прямо с момента его принятия, то есть, в досрочном порядке, но обязательным его применение стало с этого года. И применять это ФСБУ обязаны те организации, которые ведут бухгалтерский учет. При этом совершенно независимо от системы налогообложения. То есть, это могут быть и упрощенцы, это могут быть и обычные компании, например, ОООшки. Исключение составляют только те, кто в бюджетной сфере работает и малые предприятия. Малые предприятия имеют выбор, то есть, применять эти системы или применять эти стандартные, или не применять. На самом деле, принятие вот этого ФСБУ надело достаточно много переполоху, так сказать, в бухгалтерской гвардии, потому что оно поменяло кардинально некоторые определения. То есть, возникла разница между тем, как определение звучит, например, по стандартам МСФО и по стандартам РСБУ. То есть, возникло понятие запасы и возникло понятие малоценные основные средства. По стандартам МСФО, определение актива было такое, что это существующий экономический ресурс, который организация контролирует. Ну, соответственно, в налоговом, в бухгалтерском формате это запасы, которые потребляются или продаются в рамках обычного операционного цикла в течение не более 12 месяцев. Собственно говоря, то, что сейчас входит на основании стандарта к запасам, вы видите на экране это перечисленное. То есть, сырье, материалы, то есть, все, что раньше называлось МПЗ. Второе – это малоценные быстро изнашивающиеся предметы, то есть, инструменты, спецодежда, спецосназка. И, соответственно, то, что относится к готовой продукции. То есть, сама по себе готовая продукция, либо товары, которые предназначены для перепродажи. Незавершенное производство – это новшество, раньше оно не было включено в запасы. Например, объекты недвижимого имущества, которые находятся в процессе стройки, создания, и объекты интеллектуальной собственности, чего тоже раньше не было, которые приобретены или создаются, находятся в процессе создания и предназначены для продажи. То есть, это очень важное дополнение. Графически это можно представить таким образом. То есть, наши запасы делятся на три составляющих, на три раздела, в которые включены все перечисленные на предыдущем слайде позиции. Есть еще одна тонкость – не относится к запасам теперь финансовые активы, материальные ценности, которые принадлежат другим юрлицам, но находятся в организации. Например, на ответственном хранении, материалы, полученные в переработку, материалы, полученные в сервисное обслуживание по гарантии. То есть, это не материалы, чаще всего это техника. И материальные ценности, полученные для безвозмездной передачи другим юрлицам. Собственно, изменения, которые внесло это ФСБУ, затронули практически все организации. Но больше всего пострадали, так сказать, импортеры. Потому что для них возникла такая дилемма. Обычно при иностранных поставках используются НКТермс, ну то есть условия НКТермс. И, например, достаточно распространенный ЭксВекс, то есть это передача на складе поставщика. Ну, возьмем, например, в Риме, то есть другая страна, другой город. В этом случае, согласно условиям НКТермс, переход рисков на товар начинается с момента передачи на складе продавца. И все дальнейшие риски несет уже покупатель. В российском законодательстве собственность, право собственности переходит на товары в момент, когда ставится штамп таможни, выпуск разрешен. После принятия вот этого ФСБУ ситуация изменилась. И теперь контроль, согласно этому определению над товарами, покупатель получает уже на складе поставщика, а не на таможне, когда таможня осуществляет таможенную очистку. И это несет за собой такие последствия, что запасы оцениваются дважды, то есть при поступлении и после признания. Причем правила оценки различных видов запасов будут достаточно сильно друг от друга отличаться. То есть в бухгалтерском учете необходимо будет принимать товар в момент перехода риска, то есть в момент, когда обретается контроль, согласно условиям поставки, то есть по НКТермс. И второй раз это уже будет происходить, когда товар будет очищен для обращения на территории Российской Федерации. Кроме того, что изменилось определение именно запасов, теперь все затраты необходимо разделить на прямые и косвенные. То есть вот эта табличка на вашем экране позволяет сгруппировать, так сказать, что же теперь у нас относится к прямым и что относится к косвенным затратам. То есть прямые затраты, как и раньше, относятся конкретно на произведенную продукцию, то есть это чаще всего материалы, сопутствующие товары, а все остальное относится на затраты, на косвенные. И косвенные затраты теперь распределяются не на себестоимость, а совершенно в другом порядке. Естественно, в обязательном порядке требуется внести изменения в учетную политику предприятия. Кроме того, что внести в учетную политику, соответственно, надо сделать и настройки, изменить настройки программы, чтобы по, согласно новому стандарту, программа тоже проводила другие операции распределения и отнесения этих затрат. Теперь есть еще некоторые нюансы, которые касаются предоставления скидок, отсрочек и так далее. То есть если организация ведет учет упрощенным способом, она имеет право признать ценности без учета скидок и условий отсрочки. Розничные компании, например, могут учитывать товары по продажной стоимости и с отдельным учетом наценок. И у предприятий торговли средства, которые они направили на заготовку, доставку товаров, то есть раньше это было до просхода, которые относились на стоимость материалов. Теперь они учитываются отдельно, то есть они не относятся на стоимость материалов и не попадают в себестоимость, например, готовой продукции. Они теперь учитываются уже как расходы на продажу. Поскольку между положениями раньше применявшегося ПБУ, то есть положения по бухгалтерскому учету 5.01 и ФСБУ, то есть федеральный стандарт бухгалтерского учета 5.2019, достаточно много различий, то период перехода, естественно, требует достаточно большой доработки и изменений. Во-первых, нужно закрепить способ перехода. Способов перехода предполагается два. То есть перспективный, это значит, что применяем мы его только к тем фактам, которые произошли после 1 января 2021 года. То есть они не затрагивают предыдущие события. И ретроспективный. В этом случае, так же, как, допустим, с исправлением бухгалтерской отчетности, то есть ретроспективный способ предполагает, что исправление затрагивает не только будущие периоды, но и прошлые. И, соответственно, в этом случае остатки по счетам учета мы пересчитываем по состоянию на 1 января 2021 года уже с учетом требований новых стандартов. Что же нам требуется для того, чтобы кроме, так сказать, административных шагов, которые вот мы сейчас с вами проговорили, то есть изменения учетной политики, изменения способов перехода, Что нам требуется сделать, чтобы конкретно в конфигурации ERP перейти на применение этих измененных положений? Ну, во-первых, мы дублируем административные шаги и создаем новую учетную политику. То есть при переходе в настройки мы должны создать новую учетную политику, создать сроки ее действия с 01.01.21 и задать такие условия уже, которые нам требуются. Сделать это можно через НСИ и администрирование. Мы переходим в подраздел организации и уже в организации настройки карточки организации. Переходим на закладку учетная политика и налоги и здесь уже производим настройки, которые требуются в дальнейшем. То есть, соответственно, первое, что мы задаем, ну, то есть это метод оценки товаров, он, в принципе, не должен поменяться. Вы можете использовать тот же, который вы использовали и до принятия этого ФСБУ. И отмечайте вы его, ну, соответственно, точечкой. Либо это FIFA, либо это средняя за месяц. Обратите внимание, что в 1С не предусмотрены другие варианты. То есть, например, оценка по единице здесь не применяется. И, соответственно, вот то, что у меня введено красным квадратиком, здесь мы тоже должны проставить свои настройки. Хочу обратить ваше внимание. Сейчас мы с вами перейдем уже в реальную базу. То есть, будем не по слайдикам дальше разговаривать, а по живой программе. Я перейду так, как у вас было показано. Хотя на самом деле перейти можно двумя способами. Можно перейти в настройки организации, соответственно, учетной политики через НСИИ и администрирование. А можно перейти через меню главное. То же самое здесь перейдете в организацию. Таким образом, ну, совершенно все равно, какое предприятие мы с вами выберем. Например, возьмем деловой союз. Так, вот наша закладочка. Учетная политика и налоги. И мы задаем в первую очередь, с какого момента у нас начинает действовать данная учетная политика. Как я уже сказала, действовать она должна начать с 1 января, но не с 16 года, а с 21 года. Значит, это мы выбрали. Соответственно, ставки налогов по налогу на прибыль и на имущество проставляете такие, какие у вас есть. Потому что, может быть, у вас предприятие имеет льготы или, например, является резидентом особой экономической области. В этом случае у вас будут здесь другие ставки. Ну, вы должны тогда будете проставить в флажочек, что это сниженная ставка. Ну, и, собственно говоря, дальше вы должны создать новую политику. То есть, я обращаю ваше внимание, не изменить ту, которая существует, а создать новую. В этом случае у нас получится вот такая картинка. И вы называете эту учетную политику так, чтобы вам было понятно, что это такое. То есть, например, учетная политика с ФСБУ 5-2019. При этом хочу обратить ваше внимание, что это не последние изменения, которые вам придется переносить, которые вам придется делать в учетной политике. Потому что есть еще изменения, которые будут приняты в другие ФСБУ и в другие, так сказать, основополагающие документы. Вам тоже их придется переносить. То есть, это то, что касается учета основных средств. Они, естественно, тоже изменятся, потому что появилось у нас понятие о том, что теперь у предприятия есть малоценные основные средства. Что это такое? Я немножечко останавливаюсь на этой картинке и чуть-чуть сделаю экскурс в теоретическую сторону. То есть, до момента принятия этого стандарта. У нас не было понятия малоценные основные средства. К основным средствам относились товароматериальные ценности, сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 тысяч рублей. Все остальное у нас считалось товароматериальными запасами и отражалось на 10 счете в зависимости от того, что это было. То есть, 10.01, 10.02 и так далее. 10.01, 10.01, например, там спецодежда. Значит, мы сейчас с вами говорим только о том, что нам надо внести изменения в соответствии с тем ФСБУ, которые мы сейчас рассматриваем. Но при этом, поскольку мы создаем новую учетную политику, мы, естественно, должны заполнить и остальные ее разделы. Поэтому я сразу не перехожу на закладочку запаса, как должна была бы кинуться, а проверяю, что у меня в этих настройках. Ну, то есть, я должна повторить те настройки, которые мы применяли до этого и уже только после этого перейти на закладочку запаса и там заполнить то, что требуется. Значит, я повторюсь, по 18 ПБУ мы должны заполнить для предприятий на общем режиме. Если мы попадаем под критерии применения 18 ПБУ, то мы должны проставить каким способом. Новый способ – это балансовый метод, то есть мы можем его выбрать. Если вы сомневаетесь, по вопросикам, выделенным голубым цветом, можно посмотреть подсказку, так сказать, чтобы обновить в памяти или почитать, что это такое и чем оно отличается. То есть, балансовый метод – это тоже новый метод, который достаточно недавно действует, но для многих предприятий он более простой и более эффективный. Соответственно, как мы начисляем амортизацию, чаще всего, конечно, это линейный метод. То есть, включаем ли лизинг в налоговые расходы и вот только после этого мы переходим к закладочке запасы. То, что у меня было на последнем слайде, который мы с вами посмотрели. То есть, первое окошечко – это то, что мы должны сделать с запасами при переходе на новую систему, на новый стандарт учета запасов. Если я сомневаюсь, я, допустим, не просто сомневаюсь, а вообще ничего не поняла при прочтении этого стандарта, здесь мне есть подсказочка, что это такое. Делается эта операция один раз в конце года и списываются все затраты, которые у нас на затраты, все материалы, которые у нас накопились. Допустим, на 26 счете, на 44 счете, на 10 счете мы списываем на 84, на счет 84. Для некоторых предприятий это может оказаться совершенно невыгодно. То есть, обычно материалы можно было списать не в момент их оприходования, а тогда, когда они либо передаются уже в производство, либо когда они расходуются. Ну, например, если предприятие имеет хорошо настроенный учет, правильно ведет выдачу, допустим, каких-то малоценных быстро изнашивающихся предметов, то в этом случае систему придется немножечко поломать, потому что придется списать в момент приобретения, а не в момент, когда это реально выдается. Но многие предприятия, особенно если это не крупные предприятия, ну, например, при той же покупке констоваров, списывали их все сразу и не вели учет, когда кому выданы две ручки или пачка бумаги или какие-то аналогичные, не слишком дорогостоящие предметы. Почему я говорю не слишком дорогостоящие? То есть, я специально делаю акцент на том, что вам нужно обязательно посмотреть по вашей учетной политике и по валюте баланса, что для вас будет попадать в критерии существенности. Естественно, констовары обычно туда никаким образом не попадают. Но чтобы вы не списали то, что будет больше, чем существенное допущение, то нужно остановиться на этом моменте и подумать. С 2021 года, соответственно, все ТМЦ, которые мы приобретаем и которые в последующем передаются в эксплуатацию, они все списываются на расходы. То есть, то, что раньше при настройке учетной политики мы называли методом директ-костинг. То есть, без распределения на готовую продукцию или на выпуск полуфабрикатов, мы это сразу относим в состав затрат. Еще один тонкий момент, про который тоже нужно обязательно сказать, это понятие расхода будущих периодов. То есть, в связи с принятием этого постановления, этого стандарта, такая возможность у предприятий тоже получилась утрачена, если можно так сказать, политкорректно. То есть, расходы будущих периодов тоже требуют пересмотра, стоит ли их вообще применять, поскольку расходы будущих периодов, это обычно то, что, например, мы приобретаем, ну, в качестве примера можно взять лицензию на использование программного обеспечения, которое, например, приобретается на год. Теперь это должно быть списано на расходы не в течение года, а согласно этому стандарту. Так, теперь, значит, мы переходим уже к следующим моментам. Это вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах. То есть, можно сразу списать все ТМЦ и больше не заморачиваться их учетом и сделать вид, что у нас их просто нет и никогда не было. Но на самом деле, естественно, каждое предприятие хочет контролировать свои активы и свое имущество. И, например, при выдаче дорогостоящего инвентаря или инструментов или спецоснастки, оно хочет контролировать их сохранность. Ну, естественно, если работники сохранность не обеспечили, то предъявить им санкции. Для того, чтобы иметь такую возможность, необходимо вести учет на забалансовых счетах и необходимо проставить флажок вот в этом окошечке. Следующая окошечка, которая требует внимания, это сборка товаров через 20 счет. То есть, если мы производим сборку, ну, например, собираем компьютер из разных деталей, то есть из материнской платы, памяти, процессора и так далее, то в этом случае мы имеем возможность это производить через 20 счет как производство, как готовое производство. То есть, в этом случае стоимость этих материалов будет как отражена, именно как отражена, как производственная себестоимость. И, значит, в нашем случае, когда мы перешли на применение ФСБУ 5-2019, у нас в настройках должны стоять все три флажочка. Вот здесь, на поле закладочка. И, повторюсь, наименование этой учетной политики лучше сделать такое, которое сразу привлекает к себе внимание и позволяет понять, чем эта учетная политика отличается от предыдущих. Потому что обычно учетная политика делается один раз в начале работы программы и потом про нее благополучно забывают. Закладочки НДС, расчеты и резервы в нашем случае мы заполняем аналогично предыдущей вашей учетной политике. То есть, мы заполняем то, что соответствует вашим реалиям. Соответственно, здесь не меняется ничего из того, что у вас уже было в предыдущей учетной политике. На закладочке расчеты мы выбираем, ведется расчет зарплаты в этой программе или не в этой программе. Ну, соответственно, если в этой программе мы ставим, что с детализацией по работникам. И дальше смотрим, что соответствует конкретно вашей ситуации. И обращаем еще внимание на закладочку резервы. То есть, создаем ли мы с вами резервы в бухгалтерском и в налоговом учете. И создаем ли мы с вами оценочные обязательства по работникам, по отпускам. Если сомневаемся, напомню про подсказочки, которые мы по вопросительному знаку можем посмотреть. И вернемся вот к этой подсказочке. Настроить порядок оценки за должности. Значит, здесь мы с вами должны вспомнить, что... Вот. Ай, не попало. Значит, если мы проставили, что в бухгалтерском учете, то в этом случае мы можем перейти в оценку, в настройку именно порядка оценки за должности. И здесь уже выбираем, опять же, под ваши условия, что вы хотите использовать. Собственно говоря, после того, как мы просмотрели все закладочки, если мы очень торопимся, и у нас просто совершенно жесткий цейтнот, и нет возможности пройтись по всем закладочкам, то мы просто закладочку запаса заполняем. И основные данные, потому что программа не сможет вам правильно закрыть месяц без данных, которые вот здесь вот заполнили. Так, мы с вами победили учетную политику. И настроили ее уже под применение ФСБУ. Собственно говоря, после этого можно начинать работу уже с документами, с первичными документами, которые будут отражать ваши хозяйственные операции. То есть сами по себе бизнес-процессы при этом не изменяются. Изменится отнесение именно затрат, именно дополнительных расходов, и нужно будет пересмотреть, что в вашем случае будет относиться именно к прямым затратам, которые пойдут на себестоимость готовых изделий. Собственно говоря, по самой организации, кроме закладочки учетная политика, практически вам больше ничего не нужно затрагивать, ничего не нужно изменять. Потому что все остальные настройки, они сохраняются. Напомню еще раз, вам придется вносить изменения, если вы начнете применение ФСБУ по учету основных средств новые. Все остальное сохраняется с предыдущей учетной политики. И напоминаю, что многие компании начали применение ее в 2020 году, но обязательно мы должны ее применять с 2021 года, если сказать более точно, то в принципе с 1.07. Но переход мы оформляем с начала января, если кто-то это еще не делал. И в нашем случае это получается, как обычно, задним числом. Собственно говоря, основное в этом вопросе – это именно теоретическая часть, которую мы сначала с вами рассмотрели по слайдам. И основное нужно разобраться, что теперь гораздо проще списывать основные затраты, которые у вас раньше распределялись на себестоимость. То есть, например, 25-й счет относился на 20-й, то есть распределение по определенным правилам, которые задавались в учетной политике. Теперь списывается напрямую. То есть получается, что финансовый результат можно сильно, если так сказать, сильно завысить расходы, потому что часть расходов у нас списывалась как амортизация и не входила в тот период, когда была приобретена. Теперь мы можем это делать и можем, соответственно, использовать для своей экономической выгоды. Что у нас при этом изменится в регламентированной отчетности, которую предприятие будет задавать? Фактически сам по себе баланс у нас не изменится. То есть 1С отчетности и регламентированные отчеты. В этом случае формирование баланса у нас происходит абсолютно по таким же правилам. Я напомню, что формируем мы отчетность в разделе регламентированный учет. И здесь у нас есть возможность настроить, что мы конкретно выбираем. Ну, то есть какие отчеты сдает ваша организация. Например, если у вас нет какой-то экзотической отчетности, типа учета драгметаллов, там, ЕГАИС и что-то такое, то на закладочке «Избранные» вы выводите те отчеты, которые предприятие регулярно должно сдавать. Если у вас это еще не было настроено, то мы можем перейти на закладочку «Все» и здесь выбрать уже конкретно, какие отчеты нам перенести на закладочку «Избранные», чтобы при составлении отчета не приходилось лазить дополнительно и искать какие-то формы, которые вы не внесли. Ну, я выберу обычную бухгалтерскую неупрощенную отчетность, выберу обычную отчетность, и, соответственно, при ее формировании выбираю я абсолютно пальцем в небо, то есть любую организацию. Напомню, что в ЕРП можно вести учет мультиферменный, то есть нескольких юридических лиц, их может быть любое количество. В нашей демо-базе их присутствует достаточно много, я выбираю абсолютно наобум, то есть данные, которые у меня будут отражены в балансе на текущий момент. Скажем так, это данные, которые я могу сфантазировать. То есть, естественно, какие-то примеры мы формировали, чтобы можно было на цифрах показать. Значит, во-первых, что это у меня коммерческая организация, и второе, что проверяем действительность формы. Так, мы это выбрали декабрь 2020 года. Создать. Значит, пока у меня формируется бухгалтерская отчетность. Ну, пару слов скажу про сам отчет, то есть автоматически формирование отчета происходит, вот если мы берем кнопочку заполнить, то по состоянию учета сейчас программка нам заполнит сюда данные. Что я хотела бы показать в связи с тем, что у нас какие изменения произошли в связи с введением этого ФСБУ. То есть, в самом бухгалтерском балансе у нас практически ничего не поменяется, у нас будут изменения в финансовых результатах, то есть форма номер 2, отчет о прибылях и убытках. Вот здесь, в нашем случае, раньше в строку 21.20 выводилась себестоимость продаж, которая включала в себя управленческие расходы. Сейчас управленческие расходы согласно этому новому стандарту мы списываем сразу без отнесения на себестоимость продаж и, соответственно, себестоимость продаж в форме номер 2 отчета финансовых результатов у нас будет ниже, чем раньше отражалось, например, за предыдущие периоды. Зато у нас вырастут вот эти две строки показателей в этих двух строках 22.10 и 22.20. То есть, соответственно, у нас вырастут управленческие расходы, поскольку мы их теперь списываем напрямую, то есть аналог метода директ-костинг и коммерческие расходы. В общем, в итоге, скажем так, прибыль, убыток от продаж останутся на том же уровне, что у нас были, то есть убрали себестоимость и добавили вот в эти строки, вот в эти строки, то есть результат не изменился. Но, естественно, нужно учитывать, что управленческие расходы, если мы осуществляем переход с 1 января 2021 года, нужно помнить, что мы на конец периода должны были провести инвентаризацию и списать то, что согласно этому ПБУ должно быть отнесено на расходы. То есть, соответственно, в этом случае управленческие расходы за год, точнее за последний месяц у нас будут сильно увеличены. Все остальное остается без изменений, то есть все остальные показатели у нас будут такие же, как и были раньше при формировании отчетности. И, в общем-то, именно форма отчетов и состав, то есть все остальные формы у нас остаются те же самые. Если предприятие сдает полную отчетность, то есть сдает и все приложения, приложения 2, приложения 3, движение денежных средств, то есть все вот эти приложения мы по-прежнему сдаем и отправляем как положено. Собственно, каких-то слишком революционных изменений этот стандарт не принес, кроме определения, что относится к запасам, появления малоценных основных средств и возможности списывать в расходы определенные затраты. Многие предприятия такую возможность использовали и раньше, то есть, например, малые предприятия имели возможность использовать метод директ-костинг, то есть не распределять 26 счет общих хозяйственных расходов, списывать без распределения на выпущенную продукцию, так что для них эти изменения новшеством не являются. Другой вопрос, что для предприятий на общем режиме, то есть общая система налогообложения, для них, да, такая возможность позволяет отразить затраты сразу в том периоде, когда они произведены, но создает некоторое неудобство по учету стоимости этих материалов в забалансовом поле, так сказать. Ну, поскольку мы с вами при настройке учетной политики поставили в сложок, что учитывать за балансом, то, соответственно, данная информация не пропадает, данную информацию можно использовать. Единственное, еще хотелось бы остановить ваше внимание на том, что будет касаться учета спецодежды. То есть в административных, так сказать, документах требуется установить срок службы спецодежды. Ну, например, что летняя спецодежда имеет срок службы менее 12 месяцев, зимняя, ну, если раньше, например, она у вас учитывалась в течение двух лет, то тоже можно установить срок службы отличный от двух лет. Ну, а если вы устанавливаете срок службы более 12 месяцев, то в этом случае спецодежда у вас сразу переходит в разряд малоценных основных средств, потому что после принятия ФСБУ 5 слэш 2019 ценовая категория из параметров отнесения товаро-материальных ценностей к основным средствам или к материалам у нас убрана, она отсутствует. То есть переосновной критерий – это срок службы. Если спецодежда у вас имеет срок службы менее 12 месяцев, то это товаро-материальные ценности. Независимо от того, сколько они стоят. Меньше 40 тысяч, больше 40 тысяч. Главное, что срок службы меньше 12 месяцев. А вот если больше 12 месяцев, то это уже малоценные основные средства, опять же, независимо от того, сколько они стоят. Например, 20 тысяч, но срок службы – 18 месяцев. Уже малоценное основное средство. Ну и, соответственно, в балансе он будет у нас отражаться с вами уже не… У меня развернутый баланс. То есть оно будет отражаться уже по строке «Основные средства», а не по строке «Запасы». Ну, собственно говоря, в бухгалтерской отчетности это… Нет, нам не надо эти изменения, мы их не будем сохранять. И в декларации по налогу на прибыль будет такая же история. То есть в декларации по налогу на прибыль наши с вами списанные таким образом запасы будут отражаться в качестве расходов, а не в качестве себестоимости. Ну, то есть не войдут в состав себестоимости, а войдут в прочие расходы. И также хочу обратить ваше внимание на нематериальные активы. То есть состав запасов не будут входить… Сейчас мы немножечко вернемся к нашим слайдам. И еще раз делаю акцент на том, что у нас не будет входить состав запасов. Значит, у нас будет… Не входит в состав запасов товароматериальной ценности, которые не являются собственностью предприятия, которые являются собственностью других юрлиц или физических лиц, не будут входить безвозмездно для предназначенной для безвозмездной передачи и не будут входить финансовые активы. Вот на это и остановимся на нашей картинке. Зато у нас будут входить, как я уже говорила, спецоснацка, спецодежда и материалы, которые предназначены для перепродажи. Ну, то есть обычные товары. И не только находящиеся на складах предприятия, но и переданные на переработку, то есть в качестве довальческого сырья другим компаниям и переданы для комиссионной торговли. То есть пока у нас товары переданы для комиссионной торговли, отражены, например, либо на 76-м счете, либо на 45-м, до момента признания выручки они у нас будут входить в состав запасов. Ну, вот, собственно, основное, что я хотела бы вам сегодня рассказать. Хочу напомнить еще раз, что мы ждем ваши вопросы, мы ждем ваши обращения. Здесь на первой страничке вы видите ссылку на наш сайт. Вы можете обратиться к нам через сайт, через электронную почту. То есть любым удобным для вас способом задать вам ваш вопрос, и мы постараемся на него ответить максимально быстро и полно, потому что мы не будем уже ограничены жесткими рамками времени, как вот сейчас при вебинаре. Ну, и, соответственно, сможем вам более точно и более подробно оказать консультацию по тому разделу, по тому вопросу, который вас интересует. Ну, и, соответственно, будем очень рады оказаться вам полезными, если вам требуются настройки под ваше предприятие, внедрение, если вы хотите перейти на конфигурацию 1S ERP. И вот в этом отношении хотела бы сказать еще один момент. Если вы планируете переход на 1S ERP, управление предприятием, то стоит обратить внимание на то, что было уже выпущено достаточно много версий, релизов, так сказать. Версия 2.5 признана финальной. В ней очень много изменений, которые связаны и с учетом прослеживаемых товаров, и с учетом вот этого ФСБУ, про которое мы с вами говорили. Ну, то есть на нем достаточно много изменений. И если вы хотите переходить, то переходить лучше на 1S ERP, редакция 2.5. Потому что если переходить на более ранние, например, 2.4, то там окажется, что нету всяких вкусняшек, которые наделали уже в более последних версиях. На самом деле там очень много маленьких комфортных дополнений, которые облегчают жизнь, больше отчетов. Ну и, соответственно, учтены уже все новшества. И вам не придется потом обновлять платформу, обновлять версию. Так что, если вы планируете переход с других программ, то мы будем тоже очень рады оказать вам помощь, провести разработку и так далее. Мы благодарим вас за внимание. Надеемся на дальнейшие контакты. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok